МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встретившими от природных пожаров, встретился президент Токаев. И теракт у посольства. Взрыв прогремел у здания российской миссии в Афганистане. Есть погибшие. Ну и теперь расскажем обо всем по порядку. На месте ЧС в Костанайской области сегодня прилетел президент Токаев. Глава государства на вертолете совершил облет пораженных огнем территории. Улейкольского района провел совещание оперштаба и встретился с местными жителями. Президент заверил пострадавших от стихии, что помощь будет оказана. Так, правительство поручено в течение двух с половиной месяцев построить новые дома. О чем еще говорил глава государства, расскажет наша Назымгуль Кумыспаева. Сюжет сейчас готовится к эфиру. Мы покажем его чуть позже. Ну и так, президент сегодня прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой. Мы об этом расскажем вам более подробно. В ближайшие полгода стоимость ГСМ в республике не изменится. Об этом на брифинге заявил министр энергетики, по словам Булата Акчулакова, чтобы обеспечить внутренний рынок нужным объемом нефтепродуктов, увеличенная переработка нефти и производство горючего. И вот прогноз производства дизельного топлива на этот год составляет свыше 5 миллионов тонн. Также запланирован импорт до 100 тысяч тонн гистоплива и авиакеросина из России. Отгрузки уже начались, заявил глава ведомства. Высказался он и по поводу строительства четвертого нефтеперерабатывающего завода. По его словам, этот вопрос актуален всегда. Однако сейчас более детально рассматривается возможность расширения шимкенского НПЗ до 12 миллионов тонн мощности. Кроме того, в регионах планируют создать оперативный штаб по мониторингу распределения остатков дизтоплива. Этот вопрос, безусловно, важный и волнует всех граждан. Но в ближайшие 180 дней цены на топливо меняться не будут. Есть соответствующий подписанный приказ. Но коллеги неоднократно говорили о том, что у нас значительная разница в цене с нашими соседями. Это ведет к перетоку топлива из республики. Эта разница в цене увеличивается ежегодно. Если в 2021 году на рынок было отгружено 424 тысячи тонн нефтепродуктов, то в этом году 517 тысяч тонн и идет нехватка. Это связано с экспортом и большим потоком транзитного транспорта у нас в стране. Жители Тарбогатайского района на востоке Казахстана в этом году остались без сена. Точнее, собрали его вдвое меньше нужного объема, так как недополучили поливную воду. Главное водохранилище в районе Кандысу в аварийном состоянии. Уже с июля специалисты Казводохоза прекратили подачу влаги, потому как вместо 45 миллионов кубов воды собрали они меньше 15 миллионов кубов в водоеме. Набирать больше опасно, говорят эксперты. Стены башни управления пропускают воду по швам. Есть риск прорыва плотина, а это грозит затоплением сразу пяти населенных пунктов, в которых проживают до 10 тысяч человек. Но и без сена благополучие сельчан тоже под угрозой. Только в Манеракском сельском округу дефицит кормов составил более 7 тысяч тонн. При этом скот здесь единственный источник заработка для местных жителей. Люди просят помощи у государства. Со сроком реализации порядка двух лет. В этом году на разработку проектно-смертной документации на сумму 58,3 миллиона тенге подавалась заявка. К сожалению, нам ее не поддержали на РБК. Но тем не менее планируется повторная подача заявки. Соотечественников предупредили о дальнейшем росте инфляции. Глава Нацбанка Галымжан Перматов заявил, что до конца года инфляция ожидается на уровне 16-18%. Между тем, с учетом складывающейся экономической ситуации, Национальный банк сохранил базовую ставку. Подробнее Ратмир Аубакир. По итогам августа годовой рост цен в Казахстане ускорился и составил больше 16%. В Нацбанке говорят, увеличение инфляции наблюдается по всем отраслям. Кроме того, эффект значительного повышения базовой ставки с начала года на экономике еще до конца не проявился. И требует соответствующей оценки в будущем. Принятые Национальным банком меры позволили нам, первое, в целом защитить тенговые активы, увеличив объем тенговых депозитов и снизив долларизацию вкладов. Так, с июня наблюдается рост депозитов в тенге. Общий объем депозитов достиг исторического максимума 28,1 трлн тенге. В Нацбанке отмечают, текущий уровень базовой ставки обеспечивает устойчивость финансового рынка. С учетом текущих предпосылок к концу года инфляция прогнозируется в диапазоне 16-18%. К слову, это выше предыдущих оценок специалистов. Основное влияние на рост цен продолжит оказывать продукты питания с учетом динамики цен на внешних и внутренних рынках продовольствия. Наши решения по базовой ставке помогут заякорить ожидания. Наши решения по базовой ставке помогут изменить сберегательную активность субъектов экономики. Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляции. Следующее плановое заявление Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка по этому вопросу будет сделано 24 октября. Ратмира Убакир, Тухтар Терлигбаев, Хабар. Продолжаем выпуск. Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения казахского политического деятеля, члена партии «Алаш», ученого-лингвиста, автора первого казахского букваря Ахмета Байтурсынова. В Алматы этот день начался с возложения цветов к его бюсту, который установлен в сквере у дома-музея Байтурсынова на одноименной улице. В нем великий просветитель и реформатор жил в 30-е годы прошлого века. Нас Гульбушан сделает небольшой эскурс в прошлое. В этом доме на углу современных улиц Байтурсынова и Жамбыла почти 90 лет назад поселился Ахмед вместе с женой и тремя приемными детьми. К тому времени члены партии «Алаш» только что досрочно освободили из бутырской тюрьмы. Его обвинили в подготовке вооруженного переворота и распространении антисоветских идей и приговорили к смертной казни. Но потом приговор смягчили, заменив ссылкой. И вот Байтурсыновы в Алмате. Но недолго они жили спокойно. В 37-м Ахмеда увели из этого дома в застенки НКВД. Потом расстреляли за защиту интересов и прав казахского народа. И сегодня алматинцы несут цветы к его бюсту, что в сквере у дома-музея. Ахмед Байтурсынов был в числе группы активистов, требовавших прекратить экспроприацию земель казахского народа, за что и подвергся гонениям в период политических репрессий. Идеи партии «Алаш», активным членом которой он был, были идеями истинных патриотов. Поэтому юбилейные мероприятия в рамках 150-летия Ахмеда Байтурсынова будут проводиться ещё не один день, не один месяц. Сейчас дом, в котором жил Ахмед Байтурсынов, реконструируют. По словам сотрудников музея, проводят не только капитальный ремонт. Здесь обновляют экспозицию и оснащают самыми современными электронными средствами, что обеспечит доступ к экспонатам любому пользователю из любой точки мира. Здание сохранит первозданный вид, ведь это памятник истории и архитектуры. Оно было построено в конце 19-го, в начале 20-го веков. Но сам музей будет модернизирован. Будет аудиогид с переводом и можно совершать онлайн-экскурсии. Это необходимо, потому что сюда приезжают иностранные туристы, исследователи. Планируем уже в конце сентября, в первых числах октября, открыть его в обновлённом виде. Сейчас в рамках 150-летия со дня рождения Ахмеда Байтурсунова готовится к изданию сборника его трудов из 12 томов. Но и он не может быть полным, говорят историки. По их мнению, есть ещё не исследованные материалы, касающиеся деятельности Алаш и в том числе Ахмеда Байтурсунова. Назгульбушан, сержант Жумабаев, Хабар, Алматы. И как мы говорили ранее, на место ЧАЭС в Костанайской области сегодня прилетел президент нашей страны Токаев. Глава государства на вертолёте совершил облёт поражённых огнём территорий Аулии Кульского района, провёл совещание оперштаба и встретился с местными жителями. Президент заверил пострадавших от стихии, что помощь будет оказана. Правительству поручено в течение двух с половиной месяцев построить новые дома. О чём ещё говорил глава государства, расскажет Назамгульку Маспаева. Ауликольский район Костанайской области – один из самых живописных мест в нашей стране. Жители этого края очень гордились своими лесами. И на лице президента чётко просматривалась боль и печаль за эти живописные земли, которые всего за несколько дней превратила в пепелище природная катастрофа. Сегодня глава государства совершил облёт пострадавших от природных пожаров территории в Аулии Кульском районе. После увиденного своими глазами президент провёл заседание оперативного штаба и заслушал доклады по ликвидации пожаров. Касым Жумар-Тукаев подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем и приняты все необходимые меры по минимизации последствий ЧП. Всем пострадавшим, гражданам нашей страны, тем, кто живёт в этом районе, оказывается помощь. Они переселены в безопасное место. Правительство занимается по моему поручению решением соответствующих вопросов. Никаких сомнений в том, что эта помощь будет оказана, не должно быть. Извлечь соответствующие уроки из произошедшего – вот один из главных мессенджей главы государства оперативному штабу. А ещё – как можно скорее ликвидировать возгорание и оперативно обеспечить пострадавших жильём и выплатить компенсации. Каждое чрезвычайное происшествие влечёт за собой извлечение соответствующих уроков. Но главное, на что я хотел бы обратить внимание – это недостаток чёткого алгоритма действий. Будь это со стороны профильного министерства или же других силовых ведомств. Большое человеческое спасибо от главы государства, всем сотрудникам МЧС, внутренних дел, обороны и добровольцев, задействованных в тушении пожаров. Президент отметил – за проявленное мужество они будут представлены к наградам и премиям. Будут приняты самые серьёзные меры по повышению материального удовольствия, обеспечению жильём, созданию условий для подготовки кадров. А сейчас работайте. Магмед ваша. Жители региона очень ждали президента, поэтому и приём был тёплым. Главный вопрос всех пострадавших от природных пожаров – какую помощь им ждать от государства. К сожалению, большой пожар случился. Сейчас мы все живём в эпоху техногенных, природных катастроф. И наш Казахстан, к большому сожалению, оказался вот в зоне этой катастрофы. И тем не менее, помощь будет оказана. Я знаю, что вы потеряли свои дома, жилища. Правительство буквально в течение двух-дву с половиной месяцев построит вам новые дома. Каждый дом будет построен площадью 100 квадратных метров с поправкой на климат. То есть зимы здесь холодные. Соответствующим образом будут построены дома с утеплёнными изоляциями, стенами. Жителям, которые потеряли всё, купят бытовую технику, необходимую мебель и даже посуду. Всё до мелочей. Большое спасибо ему, если он действительно поможет нам всем. Надеемся мы, надеемся на этого человека. Дай Бог здоровья ему, чтобы он помог всем людям, кто сейчас нуждается в помощи. Чтобы это было правда всё от Аллаха. Чтобы всё хорошо было. Я каждому этого желаю. Каждому, каждому человеку. Вам огромное-огромное благодарность. Волонтёром, вы настоящие граждане нашего государства. Вы настоящие подлеты. Я горжусь вами. Волонтёры и простые неравнодушные люди. Это всегда большая, тёплая душа, которая согревает заботы тех, кому так нужна помощь. Простая, человеческая. И глава государства знает об этом. Президент встретился с волонтёрами и поблагодарил их. Совершая рабочую поездку в Кустанайскую область, глава государства отметил. Очень важно установить причину пожара и извлечь из этого нужные уроки. Необходимо сделать всё, чтобы такое больше не повторялось. На Зымгулькум Испаева, Айдос Медельбеков, Бахытбек Нуртаев при поддержке.